Калчака Больше 60 метров сине-белой ткани, говорят представители фонда «Патриот», после открытия памятника без дела пылиться не будут. Планируется, что чехол станет одним из первых экспонатов будущего музея Александра Калчака. А пока со сцены скульптор Вячеслав Клыков благодарит городские власти за то, что памятник в Иркутске после пятилетнего лакиты установить все же разрешили. Трагедия наших братьев, нашего народа, пусть это передастся нашему поколению, и чтобы мы никогда не позволили повториться этой кровавой историей. Ради этого делался памятник. И вот торжественный момент. Гимн России сменяет перезвон церковных колоколов. Благословляяся, священница памятник сей, окропление воды всеосвященной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Свидетелем исторического события стали около тысячи иркутян. Ход церемонии не нарушили ни анархисты, попытавшиеся сорвать мероприятие раскидыванием антиколчаковских листовок, ни автолюбители. Дорогу у Знаменского храма перекрыли на полтора часа. Среди пришедших много прихожан, которые остались на открытии памятника прямо после службы в церкви. Александр Васильевич как раз оказался судьбой такой черной, красной, как говорится, связанной здесь случайно, я считаю. Но не случайно потому, что он был здесь защитник России. Вот это самое главное. Два деда моих родных воевали друг против друга. Но когда я деда Михаила Александровича спрашивал, все-таки Колчак виновен в кровавых расправах над нашим населением или нет, он сказал, что это виновата Пепеляевщина и Пепеляев. О Колчаке он плохо не говорил. Со следующего года, 4 ноября, день рождения Александра Колчака, планируется сделать всероссийским днем согласия и примирения. В Иркутске же, чтобы сохранить от вандалов единственный на всю Россию памятник белому адмиралу, инициаторы его установки намерены организовать круглосуточную охрану монумента. Ольга Игнатьева, Олег Пинчук. Новости сейчас.